вроде моей прямой трансляции дорогие друзья я не часто делаю поэтому я даже немножко волнуюсь сейчас нам присоединяться я попрошу мою жену помочь мне с тем чтобы она будет мне задавать ваши вопросы которые вы пишете я буду на них отвечать в связи с тем что вы меня слышите а я могу только прочитать ваши вопросы так всем привет кто не знает меня зовут дмитрий янковский я солист театра геликон опера участник шоу главная сцена участник шоу голос последний шестой сезон сейчас работаю в компании стейч интертейм играю в визик ли привидения может быть кто-то из вас уже успел сходить на премьеру и посмотреть жду ваших вопросов чтобы можно было о чем-то поговорить но пока вы пишете свои вопросы и думаете я могу рассказать вообще о своем творчестве и что у меня есть сольный проект которым я работаю называется nail classic этот проект работает в направлении классикал кроссовер я как академический век решил что в нашей стране нужно продвигать направление потому что за счет этого направления за счет стиля классикал кроссовер можно привлечь массового зрителя в оперный театр вот за счет чего за счет того что это более обширный более широкий жанр более легкий жанр чем опер конечно же вот и с помощью своего проекта и коллег которые работают в направлении классика курсовер я стараюсь популяризировать классику вот так ну что у нас есть какие-то вопросы сейчас секундочку я посмотрю и к вам подойду я вернулся надо звук прибрать там чтобы у нас не было не двое двое анастасия задает вопрос пишу ли я клуб в стиле классика курсовер стиле классика курсовер я работаю и делаю все порядке получается у меня есть авторские песни которые я сочиняю такие допустим вы можете посмотреть и зайти ко мне в группу посмотреть такую песню как верю это авторская песня в ней и музыка и слова написано мною и мне будут помогать еще мои товарищи юрий федоров сам продюсер проекта на классе и света поэт она тоже помогала мне написать слова к этой прекрасной песни вот сейчас мы пишем тоже новую песню которая выйдет я надеюсь 2018 году где-то весной это в стиле классика курсовер вот так ну если говорить про зарубежных исполнителей классика курсовер то в принципе известные исполнители такие как андре бачелли это такие как лара фаби александра софина группы и льдива и львола из инструментальных ну а говорю сразу с языка тучелос ванесса мэй дэвид гаррот пьяно гайз это ребята которые вообще что такое классиков курсовер да и я объясню для людей может быть для кого слово курсовер да это что-то связанное с машиной вот отчасти это действительно ну то есть позаимствованное слово иностранное здесь применяется как соединение соединение любого в принципе жанра не классичного с либо с классическим исполнением на каком-либо инструменте классическом будь то виолончель скрипка фортепиано ли академическим вокалом вот в моем случае то есть я соединяю современные жанры такие как дабстеп рэп ну просто поп музыка я соединяю с с академическим вокалом и добавляю туда классическое звучание виде либо струнного квинтета либо оркестра симфонического моего наверное вопрос суть проекта заключается в том что во первых я исполняю то что мне нравится и делаю это с огромным удовольствием но а вытекающие из так сказать цели самого проекта это то что за счет он узнаваемости за счет узнаваемости каких-то мелодий скажем допустим ну проще приводить пример допустим я взял песню белые розы из репертуара ласковый майк переделал слова на итальянский язык сделал оркестровку симфоническую и исполняю это как в оперной арии ну вот но предположим вот если кто-то из вас смотрел голос своим участием буквально вот 6 октября эфир то вы можете посмотреть и понять что это такое и почему многие спрашивают а почему вы берете там допустим песню иванушек интернешн тучи почему берете там стаса михайлова почему вы берете белые розы и грубо говоря почему работать именно с такими поп исполнителями или с такими там можно их назвать хитами вот я объясню потому что спеть на классический манер что-то уже красивое ну допустим к примеру то что первое в голову пришло звездочка звездочка ты моя ясная спеть ее в классическом манере ну то есть это будет некое такое не будет эффекта вау то есть не будет эффекта что-то новое я даже не подозревал что звездочку можно так спеть интересно а допустим если спеть песню группы ленинград оперная большой интерес ажиотаж за счет этого люди которые не готовы может быть или не признавали классическую музыку оперное пение они услышав такое такое прочтение подтянутся к чему-то более светлому и придут в итоге александр спрашивает он композитор возможно ли сотрудничество драма абсолютно открыты к сотрудничеству александр у нас на самом деле большая команда которая работает над проектом это и визуальная часть идеальная часть с удовольствием заходить на наш сайт на его classic.pro у нас там есть почта можно отправить ваши какие-то материалы если то есть нам это понравится если мы найдем какие-то точки соприкосновения или нам просто какие-то идеи допустим по созданию чего-то нового почему бы и нет так что присылайте с удовольствием Оксана спрашивает а еще вот до этого Мария спрашивает вы сами занимаетесь продвижением и вообще сложно ли пробиться очень классный вопрос Марина да Мария Мария очень классный вопрос на самом деле я думал вот даже с моей женой моя жену тоже Мария мы думали что вообще провести некий такой курс для начинающих вокалистов для начинающих вообще людей которые хотят попробовать себя как сольные исполнители да допустим ну заняться занять какое-то свое место ну я не хочу говорить это слово шоу-бизнес вот ну просто найти свой путь вот я вместе со своей женой занимаюсь проектом сам и всем кто сейчас нас смотрит может быть да не может быть я скорее всего очень много музыкантов и певцов которые думают вот вот это допустим смотрят телевизор думают а вот этот просто заплатил а это там пробился этому помоли очень много действительно на нашей страде на нашем телевидении блата и всего остального но всегда есть возможность то есть я говорю честно за себя я был на голосе три раза то есть я три раза ходил на кастинг и вот на третий раз у меня получилось заинтересовать оксана спрашивает что ты исполняешь в театре геликон опера в театре геликон опера я исполняю такие партии как томский пиковая дама в театре геликон опера меня можно услышать в северский цирюльник фигара можно услышать меня вот недавно у нас была премьера турандо я пою министра пинг главный министр пучини сейчас у тебя нет ну ты в основном сейчас да сейчас у меня в основном все время занимает это мюзикл я работаю почти без выходных у меня 29 спектаклей в месяц понедельник и выходные поэтому пока меня можно увидеть в мюзиклах и оксана тоже спрашивает есть ли у тебя заветная мечта да у меня есть заветная мечта если говорить о творчестве то я бы хотел я бы хотел чтобы классикал курсор ассоциировался именно в россии именно с моим именем вот такая вот классикал курсор а ну кто это это Дмитрий Янковский я точно знаю почему для шоу голос вы выбрали песни белые розы а не более красивые хит ну мне кажется что из этого вопроса можно сразу задать следующий вопрос что для каждого человека хит то есть в моем случае почему я пел белые розы потому что белые розы именно в том прочтении которое вы слышали это моя авторская идея моя авторская обработка мой авторский перевод и тем самым я показывал на проекте голос свой проект и мне очень повезло что мне разрешили показывать свою обработку свою песню и еще раз они они обычно предоставляют где-то список в песен 100 150 которые бы они хотели бы услышать и ты из этого списка должен что-то выбрать мне повезло я пел свою песню в связи с тем что мне кажется что это интересное решение чтобы послушать именно эту композицию песни выбрано правильно кто из жюри понравился в шоу ну мне посчастливилось работать только с Александром Борисовичем с остальными я не общался я им только жал руку когда прошел и когда ушел вот с Александром Борисовичем мне удалось пообщаться мне удалось поработать Александр Борисович очень классный мужик вот честно скажу он абсолютно разный на сцене он абсолютно разный в театре он абсолютно разный когда ты общаешься с ним один на один он хороший человек с огромным багажом и с вот такое правильное слово у музыкантов чуйка у него очень хорошая чуйка и хороший глаз то есть он видит что сейчас актуально что сейчас и хорошее ухо что сейчас интересно и что сейчас нужно преподать преподнести интересно узнать как вы совмещаете кроссовер и оперный вокал певцы у которых не получается оперное пение начинают пробовать себя в легком жанре вы так не считаете? я так не считаю по ну наверное что меня отличает от многих тех людей про которых вы говорите то есть экспериментаторы меня отличает то что я все таки в первую очередь ведущий солист театра геликон опера вот а уже вторым пунктом идет то что я пробую себя в жанре классикал курсовер и развиваю свой проект собственно и идея проекта заключалась изначально в том чтобы за счет моего проекта люди которые грубо говоря ну я может быть сейчас уже повторяюсь которые не были готовы к классической музыке к оперной музыке услышав мой проект заинтересуются и придут ко мне на оперные спектакли и откроют для себя новый жанр то есть это некая ступень для людей мне кажется что это очень здорово ну тут наверное вопрос именно о вокале там вопрос о вокале о технике очень часто когда вот я даже либо преподаю либо меня просто спрашивают люди то есть там какие-то молодые исполнители а как вот действительно как вы это совмещаете мне кажется что это так же как в балете то есть вот я работаю сейчас в мюзикле когда человек имеет хорошую правильную классическую школу постановки голосов постановки движений если да это если это танцор то ему ничего не мешает в принципе если он готов искать что-то новое то ему ничего не стоит поменять допустим у меня очень много ребят которые из большого театра танцуют скажем там айронби или брейк люди которые всю жизнь проиграли в симфонических оркестрах вытворяют какие-то там интересные истории и играют кроссовер играют рок на классических инструментах тут знаете мне кажется что самая вот классная и вот по большей части мне кажется что она сейчас смотрит именно классические музыканты или певцы которые занимаются оперным пением я могу сказать вот в нашу пользу в наших в нашей ряды что очень трудно сделать наоборот то есть если ты оперный певец и у тебя классическая постановка и классическая школа ты все понимаешь как это работает то ты можешь экспериментировать уже в других жанрах в которых там ну там ты понимаешь как это работает и ты можешь это сделать и ты понимаешь что тебе может навредить а что как бы нужно сделать по другому чтобы не навредить другое с другой стороны если вы допустим рэпер или роковый певец вряд ли вы сможете захотеть и на раз спеть скажем там не знаю арию фигера или арию эскамилью кармен кстати тоже я пою недавно была премьера в театре за зеркалью вот то есть вряд ли это человек поющий айронби или попсу с кондачка тебе возьмет и спает ари тут как раз вопрос такой от Игоря хотели бы вы попробовать себя в рок-музыке а более конкретно в металле ну на самом деле Игорь да? Игорь да ну если вы зайдете на мой youtube канал или просто зайдете ко мне в группу дмитрий янковский проект вы много для себя нового откроете там можно посмотреть где я и в рок и в стиле себя пробую также мы с моим проектом не останавливаемся как-то на каком-то одном одном уровне и мы участвуем и в рок-фестивалях и допустим в 2013 году в 2014 году мы стали победителями мы стали победителями международного турнира Терем Борсовер вокальная версия который проходил в Санкт-Петербурге организаторами его были всеми известные великие на мой взгляд музыканты действующие Терем Квартир вот это потрясающая питерские питерская команда которая как раз тоже работает на стыке жанров в том числе и классикал курсов и получить от них такое как бы благословление в виде первой премии и в том числе мы получили приз зрительских симпатий вот поэтому для нас это тоже знак что мэтры и профессионалы дают нам зеленый свет опять про голос вопрос скажите пожалуйста вы рассчитывали дойти до финала ожидали ли вы что с вами так рано расстались честно говорить нет ну я изначально знал что я не стану победителем другой вопрос ну это было в принципе не хочется говорить слово озвучено ну то есть но мне конкретно было понятно что не все так просто вот но огромная удача что у меня было два эфира и меня никто за руку не привел я никому ничего не платил вот и не удалось петь на этом проекте те песни которые мне нравятся это огромная удача потому что очень часто да вы наверное слышали а почему он выбрал ту песню и действительно человек говорит мне не дали не смог я хотел спеть одно а мне дали другое специально чтобы меня завалить в данном случае мне вообще очень сильно повезло я первую песню спел белые розы вы можете посмотреть или в ютюбе или у меня в группе а вторая песня я сам предложил вместе с женой подумали предложили александру почему бы не исполнить песню свой выбор на голубом щенке это было не требовалось собственно от нашего второго вот этого батла оксана почему-то здесь зависит а вот оксана что ждем вашего сольного концерта в москве оксаночка спасибо большое в москве у меня будет сольный концерт в марте 10 марта вот собственно будет он в зале градский холл это можно сказать вот это продолжение наших отношений с александром борисовичем а ближайший концерт который состоится 18 ноября будет в зале колизей в санкт-петербурге билеты там по моему еще есть так что если нас кто-то слушает из питера будем рады вас видеть колизей 18 ноября вот симфоническом симфоническим оркестром и тот кто нас слушает из москвы жду вас на своем концерте 10 марта в зале градский холл 1 марта в калининград а если нас слушает калининград то в калининграде мы будем 1 марта 31 марта а 31 марта мы будем в ульяновске мне жена подсказывает может быть еще что-то забыл она занимается всей административной частью я занимаюсь творчеством это кстати очень правильно дорогие друзья если сейчас есть люди которые посмотрев там или не посмотрев даже просто планирует заниматься сольным творчеством очень важно чтобы ваша вторая половинка и ваши близкие вас поддерживали и вы должны заниматься творчеством общаться с людьми петь выходить на сцену а ваша половинка будь это жена или муж должна вас поддерживать и заниматься всем остальным и еще вопрос что вам интереснее опера оперета и музыка мне интересно все мне ну думаю что из трех есть менее интересно для меня оперета потому что я считаю что мюзикл это та же оперета только более современный жанр в котором в котором можно себя более широко возить то есть более более что ли простым языком для слушателей и мюзикл предполагает все таки элемент шоу а это здорово ну там призрак оперы ну призрак оперы да ну да в любом случае мюзикл это такой жанр в котором человек должен быть синтетическим артистом это очень это очень непросто и если мы посмотрим на большинство оперных певцов я не говорю сейчас про супер каких-то выдающихся там да типа пласидо даминго который потрясающий артист певец и у него все есть вот а если мы посмотрим просто на большинство выпускников той же консерватории на большинство выпускников музыкальный факультет музыкальный театр то мы заметим такую вот они мы поем 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 а все остальное это второстепенно что что двигаться на сцене пластика это вторично на самом деле сейчас эпоха синтетического артиста и даже в оперном театре геликон опера дмитрий александрович художественный руководитель требует от нас чтобы мы были синтетическими артистами и так оно и есть это очень сложно и этому нужно учиться и если как бы не обладать грубо говоря хотя бы этими тремя качествами то реализации себя как оперного артиста в хорошем оперном театре возникнут большие трудности Мария Игорь спрашивает одновременно любимую оперу и любимую музыку ой ну на самом деле у меня очень много любимых оперов потому что мне посчастливилось во многих самому выступать и принимать участие мне очень нравится опера Джанис Кики потому что я в ней играл Джанис Кики вот я играл в Санкт-Петербурге это был мой выпускной спектакль на курсе музыкальный театр преподаватель Александр Васильевич Петров и я исполнял роль Джанис Кики на русском языке это был просто ну вот как вам сказать отрыв башки ну вот потому что это было настолько весело и настолько красивая музыка и игривая есть что попеть есть что поиграть то есть вот это вот ну видимо здесь уже во мне заложена вот некая такая я люблю чтобы можно было проявить себя с разных сторон конечно же Евгений Олегин Пиковая дама ну то есть Чайковский я очень люблю мне нравится Моцарт мне нравится Римский Корсаков царская невеста ну я люблю на самом деле красивую гармоничную музыку хотя не всегда мне везет исполнять именно такую допустим дебютировал в театре геликон опера я на фестивале Бартек плюс в Венгрии Мишкальц в 2009 году исполнив партию атлета из оперы Альбана Берга Лулу если кто-нибудь знает что такое Альбан Берг он должен сейчас поставить смайлик вот ха ха вот иначе вот так же конечно я не конечно я так же я исполнял в опере средством Акрополоса партию Прусса это Геннадчик что у нас там еще Пуленк это диалоги кармелиток непростая музыка дорогие друзья и чтобы понимать средством Акрополоса это чешский язык тоже посмотрите все эти отрывки из опера посмотрите либо у меня на канале YouTube либо зайти в мою группу Дмитрий Янковский проект Neoclassic и там тоже есть видюшки как я исполняю там кусочки из этих разных опер тут люди возмущаются почему жена должна заниматься организацией тем что тебе хочется каждый проект занимается тем что ему хочется ну на самом деле это мне очень хочется это это такое вот как сказать это моя судьба и мне кажется что вот моя жена и ей тоже нравится то что она делает и мы буквально вчера разговаривали моя жена актриса Маша колоратурная сопрано мы с ней познакомились в театре за зеркали в Санкт-Петербурге и после того как она получила образование певицы актрисы она получила второе образование по пиару и сейчас потрясающе помогает мне с чувством толком расстановкой хорошо а спрашивают Мария вы преподаете и где? я преподаю частно отвечая на этот вопрос то есть преподаю если мне интересно то есть у меня нет нет учеников с которыми я вот ну грубо говоря занимаюсь каждый день и ращу из них потому что у меня очень мало времени и я пытаюсь сейчас ну вот я даю какие-то консультации хно то есть если кто-то хочет себя попробовать там допустим в какой-то театр если кто-то хочет попробовать себя в мюзикл и кто-то хочет поговорить на тему там подготовки себя к какому-то либо шоу конкурсу то я могу дать консультацию этому человеку помочь своим советам своим опытом потому что я допустим там был 3 раза как я говорю на кастинге И я уже знаю, что нужно петь, допустим, на голос. Не нужно приходить. Хотя до этого я приходил и пытался всех поразить своим там соль наверху и тембром, и как я все окантиленно пою, и у меня как все это красиво получается. Но на самом деле в шоу-бизнесе это не нужно. В театре, в театре, в оперном, конечно, тебя должно быть слышно, конечно, ты должен перекрывать оркестр, иначе ты не в жанре. Нужно заниматься вокалом так, чтобы тебя было слышно с последнего ряда. Но это сейчас моя проблема для многих театров и для многих певцов. А в связи с тем, что сейчас во многих театрах появилась подзвучка, то это вообще уравняло тех, и как бы стало очень страшно, на мой взгляд, что те, кто многими там годами занимался и пытался найти это место, точку в зале, чтобы тебя было слышно, чтобы там все было, резонатор, все звучало, дыхание опоры, гортани, и все это посылалось в точку Морана. Это выходит сейчас человек, который, грубо говоря, этим не занимался. Что-то там приблизительное по опере, и мы слышим, что работает микрофон, и он вроде поет, и ты поет, и все такие вот примерно. То есть нет вот этого, как было раньше, эталона качества во многих театрах я поправлюсь. Да. Тут спрашивают сразу, вы работаете в Камерном театре Покровского? Нет, я работаю не в Камерном театре Покровского, я работаю в театре Геликон-Опера, который на Большой Никитской. Спрашивают, как вы ухаживаете за своим голосом, чтобы держать в форме? На самом деле, ну что значит ухаживать за своим голосом? То есть, например, то же самое, что спросите, допустим, у штангиста или бегуна. А как вы ухаживаете за своими спиной и ягодицами во время приседания? То есть, я не ухаживаю, я просто занимаюсь. Если нас слушают сейчас люди, которые только-только начинают заниматься вокалом, и я могу сказать, что оперный вокал – это стопроцентный спорт. То есть, это мышцы, которые нужно тренировать. Дыхание, распределение, расслабление. Все это, ну, как бы, это такие термины, которые вы, скорее всего, если занимаетесь, вам уже все это до меня давно сказали. Вот, поэтому я не ухаживаю, а я занимаюсь вокалом. У вас есть классическое образование, где вы учились? Я закончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Факультет музыкальный театр, режиссер Александр Васильевич Петров. Так, а что вам нравится из творчества Градского? Вопрос с подвохом, потому что я не отношу себя к фанатам творчества Александра Борисовича. Но мне, я знаю, наверное, все те песни, которые знаете вы. Вот, и, конечно, мне кажется, что по большей части Александр Борисович известен, известен как человек, который мы слышали в детстве из разных мультиков и разных сказок детских. И этот голос, как бы, ну, нам тогда не резалуха, и сейчас не резалуха. И он воспринимается как что-то некое родное, теплое. Вот, и дай бог ему здоровья, потому что, как бы, он продолжает наливать. Тот, кто... и поливать. Тот, кто знает, что это такое, и где этот термин используется, меня поймал. Как вы оцениваете его оперу-мастера Маргарита? Не слышал. Не знаю, не могу ничего сказать. Ага, ну, нам тут пока больше нет. Ну что, если вопросы подошли к концу... А, великолепно, да. Вопрос, скажите, как вам нравится работать с Дмитрием Бертманом? С Дмитрием Бертманом очень здорово работать, потому что этот режиссер, который позволяет, он дает тебе задачу и смотрит, как ты с ней будешь справляться. Это настолько классно, что у тебя есть возможность самому творить, потому что есть режиссеры, которые любят выйти и показывать, как тебе нужно делать. Либо еще чего, то есть, там, сказать, там, ну, ты же здесь должен быть веселый. Или, ну, а сейчас, наверное, печальная сцена. Я работал просто с такими режиссерами. Вот, Дмитрий Александрович абсолютно не такой. Вот, он очень чуткий. Он дает правильную задачу. Он дает правильный посыл по теме. Ничего лишнего. И с ним легко. А это, наверное, самое важное для артиста. Как вы справляетесь с усталостью? Ну, мне кажется, вокалистами интересные у меня вот такие вопросы. Ой, на самом деле, смотрите, вот сейчас я работаю в мизикле «Привидение». Я исполняю абсолютно не вокальную партию, там, я бы даже сказал, драматическую, драматическую, с элементами такого альтернативного рэпа. То есть, мне приходится там читать рэп, за что я, на самом деле, отдельно благодарен вообще всей постановочной труппе, что был огромнейший кастинг, я прошел туда, и мне посчастливилось оперному певцу, исполнителю классикал-круссовер, абсолютно незнакомому с этим направлением, ну, так плотно, как рэп там. И как я справляюсь с усталостью? Там действительно идет очень такая специфическая нагрузка, потому что приходится громко, я бы даже сказал, кричать, потому что есть такие сцены на грани психоделики, когда он теряет реальность, мой персонаж. И я ищу момент, когда можно, пытаясь адаптировать всю драматическую линию, поставить голос на дыхание. То есть, ну, не говорить, конечно, так, это мой поезд. Нет, я, конечно, так не говорю. Вот, но, то есть, что-то приближенное, обходя, грубо говоря, удары к связкам, для того, чтобы можно было потом как-то, да, существовать после, вне мюзика. Тут, отвечая на этот вопрос, я такая, по-первых... Расправляйте с усталостью, отдых, сон, ля-я-я-я. Ну, да, мне говорят, а как вернуть голос, допустим, да? Ну, вот, и существуют, конечно, экстренные моменты возвращения голоса. Это, ну, медикаментозные. То есть, когда вы там вызываете Светлану Сильвестровну, вот, она делает вам вливание, либо там ставит укол. Вот, то есть, это экстренно, когда ты понимаешь, что у тебя там трахеи, ты это все вливаешь и, грубо говоря, на каких-то там космических силах допиваешь спектакль. Ну, вот. Я, честно, не сильно верю в гомеопатию и вот то, что говорят, посвятите гомеовокс. Я не буду вам... Я порекомендую вам помолчать. Помолчать, поспать и поесть. Оперные певцы, они такие вот, мишки, которым нужно много, хорошо питаться, плотно. Никакой, на мой взгляд, травки и вегетарианства. Хотя сейчас на меня покричат очень сильные вегетарианцы. Я пробовал. Я это на себе пробовал. Лично мне вегетарианство не подходит. Вот, поэтому хорошенько поесть, хорошенько поспать. Помолчать. Голос вернется сам. Очень быстро. Вы продолжаете заниматься с педагогом по вокалу? Конечно. Я продолжаю заниматься с педагогом по вокалу. У меня потрясающий педагог. Я вам не скажу, кто, потому что... Чтобы вы ее не растерзали. Ну, вот. Это потрясающий педагог Тинатина Вахтанговна. Арнабелли, правильно? Барнабелли. Барнабелли. И мой педагог в Санкт-Петербурге. Вот. Я с ним занимаюсь по возможности. Как только у меня она появляется, я приезжаю в Санкт-Петербург. Звоню. Тинатина Вахтанг, здравствуйте. Я к вам. Вот. Она говорит, да, да, приходи. Вот. Так что так. Занимаюсь. Наиболее какие удачные постановки Мириков в Москве? Есть ли время на эти постановки ходить? Сейчас я не имею в виду другие, другие постановки. Ах. Ну, я, наверное, перефразирую ваш вопрос. То есть, хожу ли я в свободное время в друг театр и смотрю ли я другие постановки? Я очень стараюсь это делать, потому что, ну, во-первых, это есть элемент какого-то отдыха. Во-вторых, там работают мои коллеги, которые очень часто мне просто говорят, Димал, приходи, очень классно. Я говорю, да, обязательно, сейчас только вырвусь. Но я стараюсь ходить на разные постановки. То есть, я... Бывают постановки, на которых я хожу не один раз. Допустим, на мюзикл «Граф Монте-Кристо» я был, по-моему, раз четыре минимум. Вот. На «Вале вампиров» в Санкт-Петербурге я был очень много. Оксана пишет, желаю вам получить Грэмми, ведь классика в кроссовере теперь включен в список. Номинации этой премии. Спасибо большое, Оксаночка. Я очень рад. Я тоже надеюсь... На Грэмми. На Грэмми. Наверное, про Бертман Аксения спрашивает, есть ли у него привычка делать весь спектакль самому, или он спокойно доверяет доработку другим режиссёрам? Нет. Мне кажется, что Дмитрий Александрович, он, я бы сказал, всегда, все постановки, Дмитрия Александровича Вертмана проходят под его чутким руководством. То есть, у него есть люди, которые помогают ему, то есть, это помощники режиссёров или второй режиссёр, который, грубо говоря, его идею, вот он сказал, мне бы хотелось, чтобы вы, допустим, поискали... Подумайте, как это лучше сделать. То есть, этот режиссёр пока там, скажем, Дмитрий Александрович занят, или у него нет времени там, ну, в данный период, он что-то там пробует, или какие-то находки с артистами находит, потом приходит Дмитрий Александрович, смотрит и говорит, либо да, мне нравится, либо нет, давайте что-то перейдем здесь. То есть, он никогда не оставляет и не бросает. С другой стороны, что у нас очень много приглашённых режиссёров, которые приходят в наш театр, и начинающих, и суперизвестных. Последняя премьера была опера Чацкий-Манацкого, в которой я пел Молчалина, ставил приглашённый режиссёр Кирилл Серебренко. Да, а дальше... Есть ли смысл начинать заниматься клиническим роковом в 30 лет? Абсолютно. Да вы что, нет. Это на самом деле, вот что-что, а заниматься классическим вокалом можно всегда. Вы знаете, вот давайте я отвечу, чтобы зацикливать то, что я говорил, что вокал – это спорт. Спортом поздно заниматься в 30 лет? Вот. Поэтому вокалом тоже не поздно заниматься в 30 лет. Ну, хотя бы попробовать, да? Хотя бы попробовать. Каких героев хотелось бы срать? Ой, мечта детства. Я всё так... Я вот, Олегина, сколько я его пою в концертах, сколько я его исполнял там, ну, в разных там солянках и так далее. Очень хочу спеть Евгению Олегину. Прямо моя такая мечта. Мне кажется, просто я его сделаю по-своему. Не по классическим канонам. Он у меня будет такой искуситель. Дмитрий, относительно усталости. Считаете ли вы, что усталость у профессионального певца не существует? Точнее сказать, если существует. Ну, я очень понимаю. Ну, вот Мария у меня сейчас пытается прочитать этот вопрос. Не очень понятно. Можете его переформулировать. Ну, давайте, насколько я его понял, я скажу. Усталость вокальная, ну, конечно же, голос устает. Конечно же, если ему через день петь Калафа, то на пятый спектакль, а то и раньше ты закончишься. Это как бы сто процентов. Сто процентов. Большая физическая нагрузка. Это огромная физическая нагрузка. И стресс. Спрашивает Карина. Вы думали давать мастер-классы? Ну, я их даю, на самом деле. Просто мы впервые с администрацией группы женские академические вокалы решили провести такую онлайн-трансляцию. В своей группе, давайте я тоже сейчас немножко попиарюсь, кто сейчас меня слушает. У меня есть группа довольно-таки активная, в которой есть и все записи, и в которых есть информация по поводу моих мастер-классов, встреч и так далее и тому подобное. Я буду очень рад, если кому интересно то, о чем я говорю, или интересно кто-то не знаком с моим творчеством, если вы зайдете и вступите в мою группу. У Дмитрия Янковского проект Neoclassic. В социальных сетях я отвечаю на вопросы сам, лично, так что если у кого-то будут какие-то желания поговорить, ну, или задать какой-то непросто там вопрос, да, потому что сейчас после голоса особенно часто пишут, привет, как дела, что ты там делаешь сейчас? То есть мне нет времени отвечать на такие вопросы, но, допустим, там посоветовать, часто пишут там, как прослушаться ваш театр-геликон-опера, да? То есть я там советую, как это лучше делать, там, что лучше исполнять, там, на каком-то либо кастинге, там, с чего лучше начать обучаться, там, классическому вокалу и так далее. Вот, поэтому добавляйтесь в группу и давайте общаться, будем вместе продвигать этот великий жанр оперы в массы. Ксения пишет, что, так это вы пели Молчалина? Это я пел Молчалина, привет. Я была на премьере, пребывала потом в полном восторге, я хочу передать вам свое восхищение. Это кто? На моей партии в вашем исполнении, Ксения. Ксения, спасибо огромное, да, мне очень приятно, что вы оценили. Я действительно исполнял партию Молчалина, премьерных спектаклей оперы Чацкого-Монатского в театре Геликон-опера. Там действительно была задумка Кирилла Серебренникова, что я такой двуличный подонок, который прислужливо при Софье и Фамусе фальцетом. Вот так, я очень счастлив. Сейчас поздно, не буду, у меня дети спят. Вокализировать. А когда он остается с Лизой наедине, он превращается в дьявольскую личность и переходит на грудной бетонар. Какие у нас там еще есть вопросы? Да, еще что-то есть. Так, насколько тяжело было работать на доперой Чацке, было ли на репетициях композитор? Да, на доперой Чацке было тяжело работать. И на репетициях присутствовал композитор. На самом деле, но в то же время это было очень интересным опытом. Потому что первая сводная репетиция, экспликация так называемая, когда пришел Кирилл Серебриков, пришел композитор Александр Моноцков, он встал и мы уже на тот момент учили материал. Он встал и сказал, дорогие друзья, я уже представляю, что вы меня ненавидите. Но поверьте мне, если вы точно исполните все ноты, которые я думал, то должно получиться очень интересно. И действительно, вначале для нас это был такой, знаете, вранчеславский лес Гоцы, как я называю. А потом, со временем, когда эти нотки уже встали, и мы их все запомнили, все это в ноги вбили, вот, уже получился процесс такой, когда мы ловили кайф от этой, как бы, от анальности и происхождения. То есть, там происходит несколько действий сразу одновременно, в разных концах сцены. И это первый раз, когда ты смотришь, происходит разрыв мозга. Вот, а второй попроще уже. Анна спрашивает, какие самые любимые упражнения на дыхание? Упражнения на дыхание. Ну, скорее всего, я вот для себя открыл, конечно же, это с закрытым ртом, но я распиваюсь для того, чтобы разогреть аппарат, там, мычу. А потом я для себя нашел такой момент, как ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, за счет того, что тут присутствует буква Е, она как И, она узкая. Вот, а А широкая. Ой-ёй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На дыхание. Вот, на дыхание. На дыхание, ну, я дыханием занимаюсь уже сейчас в комплексе, а если говорить, то есть, о начале развития, ну, то есть, если человек только начал заниматься и не знает, что такое дыхание, вот, я обычно объясняю, что, тоже для себя нашел, сейчас открою вам секрет большой, то есть, по-разному объясняют, как должно идти дыхание. Но, мне кажется, вот, что правильное дыхание у людей, это вот, представьте, что у вас очень сильно замерзли руки зимой, и вы, вот, что вы делаете, вы обычно набираете медленное дыхание, а потом пытаетесь максимально раскрыть ребра внизу и дышать таким медленным, обволакивающим дыханием на руки. Для того, чтобы максимально из-за рта выходил теплый воздух. Если вы попробуете это сделать, то вы поймете, какие, то есть, если это немножко, ну, сутрировать, то вы поймете, какие мышцы задействуют. Дыхание очень полезное для людей, которые только начинают заниматься лакомой. Вот спрашивают дальше, там, по поводу мастер-классов, и я так понимаю, что в других городах даете ли вы мастер-классы, и вот, в частности, Казахстан, город Каспанай. Привет, Казахстан. Я обожаю Казахстан. У нас родственники по линии жены из Казахстана. На самом деле, специально я не даю мастер-классы. То есть, вот, поеду-ка я в Казахстан, в город Каспанай, дам там мастер-класс. Такого нет. Скорее всего, если я, допустим, еду в какой-то город с концертом, или меня, такое часто бывает, что меня приглашают в жюри сидеть, там, в какой-то вокально-музыкальной жюри, где детям или, там, взрослым, которых мы судим, интересно получить какую-то, там, ну, действительно, эксклюзивную информацию из практикующих, от практикующих, там, исполнителей певцов. Вот, в этом случае мы проводим какие-то мастер-классы, и, там, не знаю, общаемся, и я делюсь опытом. Мне намного удобнее, когда вот вы действительно, вот как сейчас в формате, задаете вопрос, а я на него отвечаю, чем, там, от начала, от сегодня мы будем говорить об этом, да. То есть, есть конкретный вопрос, какое упражнение на дыхании вы советуете? Вот, пожалуйста, вам рецепт, там, как сделать так, что, там, отдельно, там, 10 часов рассказать, как к этому прийти. Вы знаете, вот, вокалисты, те, кто меня сейчас поймут, очень часто, да не очень часто даже, правильно сказать, что наши педагоги нам всегда говорят, расслабься, расслабься. В опере, как бы, ничего сложного нет. Сложность заключается в оперном вокале в том, что это действительно все сложно, сложность в том, что это действительно все очень просто. то есть, но понять, как, как это работает, для этого кому-то можно родиться просто итальянцем или украинцем, вот, а кто-то должен идти, учиться, заниматься и зачастую, что делает нашу профессию уникальной, не у всех получается. Нас спрашивают, будет ли мастер-класс в Москве? Ну, давайте мы сделаем следующее. Мы с администрацией данной группы, может быть, организуем мастер-класс. Именно потому, что мы делаем в своей группе. Там больше мое творчество, и мы там просто общаемся на тему. Все-таки здесь группа «Академический вокал», и мы можем на базе, как бы, ну, вот, все-таки, «Го-большая», много интересующихся людей, мы можем встретиться, мы можем поболтать, мы поймем, как это сделать, как это лучше. Я думаю, что раз есть такой запрос, администрация группы нас тоже сейчас слышит, скорее всего, и предпримет какие-то действия. Потому что и мне было бы интересно встретиться, пообщаться с людьми, которые только начинают, либо, допустим, уже поют где-то. Потому что опера и оперное искусство, академический вокал – это так же, как и спорт. Всегда есть чему научиться у своего коллеги. Это очень важно. Обмен опытом. Но только не коридорные эксперты. Знаете, как бывает, тебе в коридоре скажут, ну, ты должен так вот здесь вот сделать, и ты вышел там и что-то сделал. Нет, конечно, не коридорные эксперты. Спрашивают, принимаешь ли участие в мастер-классах? Не очень понял вопрос. Но приезжают когда, или там ездят в разные страны, в мастер-классы? Я принимал, когда начинал заниматься оперным вокалом, я принимал довольно-таки много участия в разных… Да, я, допустим, я был на Лиферкус, мастер-классы Лиферкуса. Я был на мастер-классах Богачёвой. Но я просто сейчас занимаюсь педагогом, слава Богу, вот. И поэтому для меня самый большой мастер-класс – это её чуткое ухо и чуткое руководство. И я верю. Спойте что-нибудь красивое. У меня дети спят, и, к сожалению, не могу сейчас спеть. Я могу вам спеть только тихонечко. Ах ты, доченька, Ночка тёмная. Просто у меня дети спят, поэтому другое петь не буду. Так, спрашивает. Так, пишет Ксения. Было бы очень интересно устроить творческую встречу в мастер-класс. Взаимно. Да, Екатерина спрашивает. Пользуетесь ли вы парадоксальным дыханием во время исполнения партии? В партии, где дыхание требуется, и ещё какое-то. Екатерина? Да. Екатерина, а можно специально для всех нас рассказать, что такое парадоксальное дыхание? Я просто первый раз такое слышу. О, да. Спасибо, сказали, что я очень сильно. Ах, не за что. Ну, пока больше нет вопросов. Дорогие друзья, давайте, чтобы у нас было ещё какое-то, да? Я очень рад. Я очень рад, что вы сейчас смотрите меня. Это очень приятно. Для того, чтобы у нас, мы как-то более-менее так немножко познакомились, подводя итоги, чтобы нам было интересно поговорить в следующий раз. Я с удовольствием организую, да? Ну, то есть, не я организую, приму участие в каком-то мастер-классе, да? Поговорю, встречусь, поделюсь своими идеями, своими мыслями по поводу современной оперы и современного оперного певца. Кто он такой и как нужно себя. По крайней мере, я сейчас говорю про Россию. Как у нас в театрах работают оперные певцы, потому что меня довело себя поработать в разных театрах. Ну, и подводя итоги, конечно, я не могу не поблагодарить администрацию группы и женский академический вокал, и мужской академический вокал за то, что предоставили сегодня такую прекрасную возможность пообщаться в онлайн-трансляции. Вот, до чего жили, да? Пушкин письма писал, а мы с вами сейчас общаемся. И тоже так здорово, что можно делиться этими, каким опытом, не выходя из дома, пока дети спят. Это очень здорово. Вот, я думаю, что намного полезнее будет встретиться нам всем, допустим, живьем. Ну, или организовать еще какую-то онлайн-трансляцию с какими-то элементами мастер-класса, где можно показать и какие-то упражнения, и попробовать то или иное. Вот. Администрация поблагодарила. Спасибо моей жене, которая помогала. Секундочку. Которая помогала мне в сегодняшней трансляции. Дорогие друзья, кто сейчас смотрит, для меня лично будет огромная благодарность, если вы вступите в мою группу, познакомитесь с моим творчеством. Меня зовут Дмитрий Янковский. Группа, так и называется, Дмитрий Янковский проект Нео Классик. Вот. И последний прекрасный вопрос. И последний прекрасный вопрос сейчас, на который я отвечу. Скажите, а пропагандируете ли вы музыкальное образование для своих детей? Конечно. Конечно. Во-первых, допустим, старший Ферн участвовал со мной в мюзикле «Красавица и чудовище» постановка 2008-2010 год. Он играл первый состав Чипа. Это маленькая чашечка. Я в этом мюзикле исполнял пять главных мужских ролей, за что был выдвинут в Книгу рекордов России, как человек, исполнивший пять главных ролей в одном спектакле. Конечно же, в этом спектакле моему ребенку, Федору, сыну, приходилось петь. И мы с ним занимались. Сейчас он выбрал путь журналистики. Ему уже 15 лет. И сейчас он ходит на курсы и видит себя в будущем как журналист. Младший сын Елисей, ему 8 лет. Он занимается виолончелью. И мы с ним, если вы зайдете на мой инстаграм-канал, то увидите предпоследнее видео, как мы с ним балуемся и весело проводим время в нерабочей обстановке. Поэтому жена у меня тоже вокалистка. И семья у нас такая музыкальная. И поэтому детям не сладко приходится, потому что папа и мама немножко разбираются в музыке. Ребятки, спасибо огромное. Спасибо вам. Группа Дмитрий Янковский. Проект Neo Classic. Оксана ссылочку. Оксана ссылочку пришлет. Спасибо большое. Прислала. Спасибо, друзья. До встречи. Надеюсь, еще увидимся. Жена не знает, как выключить прямую трансляцию. Это тоже смешно. Я не знаю, как... Как... До встречи. До встречи.